На афишах к игрокам их жанр определяет одним словом трагикомедия, но на самом деле попав на спектакль, зрители будут вовлечены в буфонаду, станут свидетелями детектива и окунуться в атмосферу казино. В театре сатиры сделали на новую постановку большую ставку, ей открывают 101 сезон. Как батафоры театра готовят реквизит, их задача состарить чемодан, который появится на сцене в начале спектакля. Внутри облигации. В них ли счастье задается вопросом главный герой, мечтая войти в высшее общество. Многие задачи режиссер решал через пластику и музыку. Она напоминает шкатулочную и подчеркивает, что выбраться из созданного шулерами мира практически невозможно. Крышка вот-вот захлопнется. Другая ассоциация с ад с ядовитыми цветами, где за яркостью скрывается опасность. Комедия игроки впервые была напечатана в 1842 году. Режиссер Альберт Хасиев бережно относится к гоголевскому тексту и практически без изменений переносит на сцену историю карточного шулера, который знакомится с еще более хитрой троицей карточных мошенников и в итоге сам становится жертвой обмана. Единственное, что меняет Хасиев, место действия. Это не трактир в провинции, каким его описывал Гоголь, а дорогая гостиница в большом городе. Объясняя перенос места, режиссер вспоминает другое произведение Гоголя «Ревизор», действие которого разворачивалось в уездном городе Н. Написано, где какой-то захолустный городок, но это не захолустный городок, он писал про Петербург. После «Ревизора» император сказал, попало всем, но больше всего мне, но ему дико понравилось это. Здесь, мне кажется, та же самая история. Он перенес это в провинцию, но в провинции не выигрывают 200 тысяч в захолустном трактирчике, а 200 тысяч, ну практически 200 миллионов на сегодня. Создатели спектакля предлагают зрителям задуматься вместе с актерами, какова природа, алчности и лжи, чем может обернуться погоня за большими деньгами и с чем останется тот, кто не умеет сопротивляться соблазнам. Думаю, что на самом деле очень современно будет звучать наша постановка, поскольку вокруг у нас сегодня очень много всякого мошенничества, любыми путями всех пытаются заработать деньги. Много таких обманок, на которые народ попадается, поэтому нужно всегда немножечко так подумать, почему ты это делаешь и почему тебе это предлагают. Несмотря на серьезность темы, поводов для смеха в спектакле немало. В Театре сатиры считают его мощным оружием, которое помогает распознать зло под любой личиной и дать несовершенству человеческого характера в бой. Анна Шустер, Виктор Лашкул, Новости культуры.